Волейбол для всех. Оспаривать это вряд ли имеет смысл. Игра эта не зря считается одной из самых демократичных. Потому совсем не удивительно, что областная федерация именно так и назвала свой новый проект. Волейбол для всех. В чем он заключается, расскажем далее. Муниципальные образования получают необходимое оборудование для занятий волейболом на улице. Если есть условия, будет и игра. И даже коронавирус не помешал реализации новой идеи. Надеюсь, что этот проект приживется. Даже в такое сложное время, в пандемию, он все равно у нас реализуется. Ничего нам не мешает. Тренировки у нас на открытом воздухе разрешены. И что этот проект подразумевает, что проводить тренировки на открытом воздухе, и любой участник может поучаствовать в этой тренировке. Дай бог он приживется. И дай бог, что мы в каждый муниципальный район так же построим площадку. И так же, не точнее не построим, так же оборудуем площадку. И будут заниматься люди волейболом. Одним из первопроходцев проекта стал Упоровский район. Волейбол здесь всегда был в фаворе. Прежде всего надо сказать спасибо организаторам этого проекта. Потому что это действительно... Федерация волейбола Тюменской области очень много делает для того, чтобы был волейбол разного уровня на нашей земле Тюменской. И в то же время сегодня и высокий уровень есть, и в то же время сегодня и в сельских поселениях волейбол есть. И поэтому, конечно, новый импульс придать необходимо. Поэтому проект абсолютно правильный, считаю, что... И он, по-любому, мое мнение, что даст популяризацию. И тем более, что если еще будет как-то подкреплен каким-то образом, может быть, немножко материально, там хотя бы какие-то переезды, еще чего-то, или хотя бы стимул будет какой-то там победитель и так далее. Поэтому необходимость в этом есть. Мы все сегодня понимаем, что надо двигаться. Всем. Всем от мала до велика надо двигаться, потому что движение – это жизнь. Результат проект начал давать сразу. На волейбольной площадке в Упорова стали появляться люди, которые ранее здесь замечены не были. Сложнее всех в такой ситуации стало спортивным инструктором. Им ведь надо стараться уделить внимание каждому. Но, с другой стороны, хлопоты эти приятные. Этот проект «Волейбол для всех» зашел в Упоровском районе на ура. То есть мы даже еще не успели оборудование все прикрепить, поставить, как уже, можно сказать, была очередь на площадку, кому играть. С удовольствием, конечно, новыми мячами играют на площадке, ну, можно сказать, на профессионально, потому что оборудование все достаточно очень высокого уровня. И некоторые, кто, как бы, ну, не выезжает на какие-то соревнования областные, ну, они, можно сказать, первый раз с таким мячом играли. В рамках мероприятия состоялось и еще одно приятное событие. В Упорова наградили победителей и призеров чемпионата области среди женских команд второй лиги. Лучшими здесь стали галышмановские девушки. А местная молодая команда «Крим» взяла бронзу. Конечно, было трудно. Куда без этого. В основном, в первое время у нас девочки как раз-таки вошли четвертый-пятый год. У них были отдельные еще соревнования. Мы своим старым составом тоже играли, боролись. И вот, третье место. Продолжение следует...